Вот это очень важный вопрос. Некоторые братья делают сильно активно таджвид, махачель, хуров, там каждую букву вот так вот приводят, но тем самым уходит хушор. Уходит именно трепет. Вот это вот. Вот проведу пример. Когда в прошлом году дали первое место, дали жюри от России, первое место дали с Турции. Но был у кого, там другие с Египта или с других стран, с Ирана, даже были макамы более красивые. Но когда читал с Турции, все плакали. Почему? Потому что именно видно было то, что он читал из сердца. Не передай словами. То есть из сердца выходил, из сердца заходил. Бывает у человека красивый голос, но это, знаете, холодное какое-то чтение. Чтение холодное и не передает вот этот страх, не передает репет. И это чувствуешь от самого чтения. Он читает от сердца или нет. И когда его закончилось, когда дали первое место, там был Хусейн, шейх с этого, приехал из Ливана. И вот что он говорит, знаете, почему, говорит, первое место занял Турка? Потому что он читал из сердца. Когда ты читаешь, считаешь из сердца. Все. Субханалу ты и Аллах, субханалу. И это прочувствуйте. И все забывали. Хотя были, кто красивее читал. Но именно из сердца он по-другому звучит. Даже субханалу может быть у человека некрасивый голос, некрасивый, не знает макама и так далее. Но он читает из сердца. А бывает, когда человек так хочет каждую букву, каждую это, это. Нету вот этого. Даже когда ты в Аль-Хараме встаешь за кем-то, за имама. У кого-то может голоса красивее, но не заходит в сердце. Так красиво читает очень. Как, скажем, как макам красиво. Но что в сердце затронутого нет. А у кого-то там уже не такой красивый голос там, так сердце заходит, мне передать. И каждый, мне кажется, это из вас чувствовал. Благодаря мечтаю. Вот это очень самое главное. И нельзя чрезмерное, не должно быть вот этого, знаете. Некоторые субханалу братья, другие братья, мужчины, они уже даже не хотят уже изучать, так скажем, Куран и так далее. Мы даже когда сидели на Усабак, там когда кто-то там, у меня много не было этих замечаний каких-то там, ошибка и так далее. Щихаду Мухси тоже один-два раза, я тоже так все это. Там Севин чуть-чуть, 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 везде ошибки везет. Там другой, там было это с этого, с Ливан тоже чуть-чуть, чуть-чуть, везде ошибки везет. Я потому что я Хаду Мухси говорю, я как они столько ошибок находят, я не хожу ему, что глухие, я глухой ему. Вообще говорят, да нет, говорят, они просто чрезмерно сделают. Так не должно быть. Вообще, говорит, не слышно был голос, но он самый лучший, через Куран был в свое время, и вообще не слышно было какие-то таджвиды. Поэтому, субханалу, нельзя чрезмерно сделать так само валях, а не должно быть. Потому что это человек, весь акцент будет делать, представляете, имам встал на намаз, Аллаху Акаду сказал, и читает, и акцентирует на каждой буковке, на каждой ка, там дад, там где не получают, там бывает, в целом повторяет и так далее, и о чем он думает в намазе? Не думает об Аллахе. О буквах. Да, хотя Куран основной, что у него? А фалай и тадаббур. Основное должно быть размышление. Да, ты должен знать ахкан, должен знать это, но не так, чтобы вот чрезмерность такая не должна быть, не должна быть ни страны, ни страны, ни страны. Поэтому это, субханаллах. Даже можно вот любого, часа посмотреть, например, скажем, в одном году он прочитал эти аяты, и таким же макам он прочитал в другом, один в один. Даже в записи про шейх Абдул, там, Абдул Бааса Таиле, там, другого часа, там, ничего. И, субханаллах, сопоставляешь, вот это чтение заходит в сердце, а вот это чтение заходит в сердце. Может быть, даже это красивее, чем это. Значит, субханаллах, ты что, отдалили, он не닥чинал тот, который 매ц, который говоря о большой старые схемах это время, самым заберемен, последнююavant wider toddитку человека, это ξевреет², vezмите еще хоть и здесь сказать, что Lotus Technology отказал к себе научиться Tú Amen Voirdments